доброго времени суток дорогие друзья я очень рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами готовим пигоди корейские пигоди это очень вкусное блюдо во всяком случае у нас в семье очень любят вот сегодня я готовлю решила приготовить его с вами для этого нам понадобится для начинки нам понадобится 450 грамм фарша 450 грамм капусты можно пекинскую капусту 3 маленьких луковицы либо одна большая одна маленькая вот у меня черный перчик кто любит поострее можно красный перчик кориандр и соль для теста нам понадобится 500 грамм муки 350 грамм воды теплой но тесто вкуснее когда ну оно немножечко с молочком поэтому я беру 250 миллилитров воды и 100 миллилитров молока вот две столовых ложки подсолнечного масла 2 чайных ложки быстро действующих дрожжей столовая ложка сахара и чайная ложка соли я просто соль буду сыпать из соломки поэтому и для соуса нам потребуется две столовых ложки соевого соуса две столовых ложки растительного масла 1 чайная ложка уксуса у меня в данном случае уксус бальзамический 2 ложечки чайных с горкой сушеного чесночка полная чайная ложечка кориандра молотого черный перчик и соль итак приступим самое долгое действие у нас здесь это тесто оно должно успеть подняться поэтому давайте вначале замесим тесто а потом уже приступим к начинке сегодня мне вот ну вот лень мне делать тесто замешивать вручную поэтому я его сделаю в кухонном комбайне тесто высыпаем в дежу миксера туда я высыпаю дрожжи быстродействующие сахар и чайную ложечку соли ну это примерно вот она вот так вот и есть у меня соль розовая гималайская и все это немножечко смешаем и выливаем туда жидкость нашу воду с молоком и идем к миксеру вначале мы включаем наш комбайн на малых оборотах для того чтобы мука не поднялась вверх затем на средних оборотах будем замешивать тесто пока замешивается наше тесто мы приготовим начинку нам нужно мелко порезать лук вот мы порезали и отправляем его к фаршу теперь как можно мельче нашинкуем капусту капусту мы порезали вот меленько мы ее порезали прямо хорошо теперь нам нужно посолить ее и нам нужно ее немножко помять для чего для того чтобы она дала сок отжимать мы и будем без фанатизма чтобы сок все-таки чуть-чуть остался но основную жидкость мы сольем потому что слишком слишком будет много влаги у нас фарша в конце замеса в дежу миксера выливаем подсолнечное масло растительное масло для чего для того чтобы тесто было более мягкое и продолжаем вымешивать потому что это вот это тесто нужно вымесить очень хорошо вот мы помяли капусту и уже стало в два раза меньше вот она пускай постоит а мы пока все таки на расстойку старый отправим наше тесто я сейчас достану его и сформирую колобок уже поставлю его на расстойку я в принципе очень люблю с мукой возиться поэтому я всегда вот так смазываю поверхность рабочую растительным маслом и тогда уже все получается без муки тесто наше вынесилась хорошо тесто очень мягкая но она липнет к рукам вот так и должно быть потому что тесто сильно таким твердым не должно быть потому что ну она будет и фигоди получатся более такие жесткие а так они будут воздушные вот на маслице она видите как хорошо вымешивается и не прилипает к рукам машина его вымесила за меня лучше чем я в сто раз вот посмотрите она мягкая мягкое тесто и мы его сейчас отправим на расстройку тоже смажу чашу тоже смажу маслом чтобы она не прилипала вот так вот накрыла наше тесто пленкой для того чтобы она не заветривала и оставим его в покое пусть она расстаивается так тесто наше подошло посмотрите как она поднялась сильно какой был маленький комочек и какое она стала она дышит вот она все дышит но сейчас мы занимаемся другим сейчас мы займемся нашим фаршем капуста дала уже очень много сока поэтому мы ее отожмем отжимаем ее не сильно чтобы все-таки сок там оставался посмотрите сколько воды поэтому вот этот сок все равно его не нужно столько фарша теперь мы фарш солим не не так как обычно потому что у нас капуста все-таки подсоленая кориандр сюда и перчик и хорошо хорошо фаршик вымешиваем фарш у меня сегодня свиной фарш должен быть чуть пожирнее чем вот чем обычно вот на пигоде любой фарш пойдет но лучше конечно свиной фарш вот такой фаршик у нас получился вот он на ощупь даже его когда вымешиваешь он такой весь мягкий сочный сочный фарш это вот такой нам и нужен самое она и теперь приступим непосредственно клетки пигоди так начинаем работать с тестом делать наши пигоди посмотрите какое тесто она живое вот она реально живое но настолько пышная пищи так и начинаем разделывать тесто первые взвешу грамм по 50 я подкатала все тесто в колобочки все-таки я перевзвешивала их по 50 55 грамм они у меня получились поэтому вот такие вот у нас лепешечки получились а теперь мы их раскатываем так чтобы у нас было место побольше мы слепим этих 5 штук да а потом уже другие потому что за столом здесь у меня вместо маловато и слепляем их пигоди это корейские пирожки залеплять их на нужно качественно я хоть пилинг но и хоть вареники хоть пирожки вот и вот пигоди я всегда вот так вот залепляю вот так и я чтобы не смазывать полностью всю эту мантоварки я донышко окунаю подсолнечное масло и ставим уже на листик мантоварки водичка в мантоварке у нас уже закипела ждет пигоди так ну вот друзья последний остался закрываем последний пирожочек наш корейский и отправляем все это в мантоварку и паре там их 40 45 минут пока готовятся наши пигоди мы быстренько приготовим соус к ним сою мы выливаем соевый соус мы выливаем оливковое масло уксус азамический перчик кориандр чесночок и немножко соли и все хорошенечко перемешаем и соус готов вот друзья соус наш готов ну вот друзья пигоди наши готовы посмотрите какие они стали огромные надо было наверное тесто чуть-чуть еще колобочки не 50 грамм а грамм по 35 они просто огромные я вам покажу по сравнению со своей ладонью они на всю ладонь они огромные но они будут очень сочные вкусные так теперь прежде чем кушать пигоди разрывается вот так вот аккуратненько внутрь поливается приправка соус наш сюда еще очень хорошо может подойти морковь по-корейски и вот в таком виде мы кушаем наши пигоди это очень очень вкусно друзья вам всем желаю приятного аппетита всего вам доброго светлого человечного подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии всего вам доброго пока пока